Традиции поколений. Мастерицы Звениговского дома народных умельцев восстанавливают традиционные марийские костюмы. Специалистам здесь подвластны даже старинные орнаменты, зачастую утраченные. Для того, чтобы оживить рисунок, его первоначально восстанавливают на бумаге. Затем узоры переводят на ткани. Работа сложная и кропотливая. Сейчас сотрудники дома народных умельцев восстанавливают костюмы пермских мари. В руках мастерицы так и я. Традиционный женский головной убор невесты пермских мари. Сейчас такую красоту можно встретить только в музеях. И то не во всех. Нарядная шапка есть, к примеру, в Звениговском доме народных умельцев. Пермские мари для украшения костюмов использовали бисер. В то время как в мариел популярностью пользовались серебряные монеты и ракушки. Цвета вышивок ярче и насыщеннее преобладают темные бордовые оттенки. По итогам научной работы уже восстановили три комплекта одежды. Наряд невесты, обрядовые и праздничные костюмы. Что-то мы восстанавливаем по фотографиям, которые мы там сняли, смогли, потому что не всё мы смогли оттуда привезти. Очень много материала в данной книге, которую мы взяли, будучи в Перми. Большинство традиционных костюмов очень много лет. Вышивка на них крошится буквально на глазах. Порой на восстановление одного костюма уходит больше года. Готовые костюмы сотрудники Дома народных умельцев планируют представить на празднике Марии Вургем Пайрем у Нала Ижеш. Праздник марийского костюма приглашают в гости. Однако из-за эпид-обстановки фестиваль перенесли на неопределённый срок. Даже если праздник отменится, эти костюмы всё равно покажут гостям в Доме народных умельцев. Мы приближаем настолько, насколько возможно. То есть если у нас платок, вот как здесь, сейчас покажу, то есть узор делается точь-в-точь полностью, соблюдая цвет ниток полностью. То есть какие цвета здесь используются, какие материалы здесь используются, мы стараемся делать всё то же самое. С исключением, конечно же, серебра. То есть если в старину это и было серебро, то, конечно же, сейчас мы используем простые или свои монеты, или чеканку, или вот бляшки, которые продаются, которые возможно достать. А так нет, полностью точно так же. Звениговский дом народных умельцев популярен среди школьников. Здесь для детей и подростков проводят мастер-классы и инфо-уроки. Их знакомят с историей костюмов, рассказывают о значениях орнаментов и цветовой палитры. Представляют традиционные костюмы народа Мари и на различных встречах и праздниках. Пару недель назад мастера Дома народных умельцев посетили фестиваль Горцы в Дагестане, где познакомили творческие коллективы из разных уголков России с особенностями марийской культуры и традициями. Представили национальную вышивку, лозоплетение, изделия из бересты и украшения.